В этот раз диспансеризацию заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова решила пройти в обновленной Измайловской амбулатории. Говорит, процесс не сложный, а самое главное, быстрый. На весь перечень обязательных ежегодных обследований ушло порядка 30 минут. Не жалейте времени, придите. Лучше вовремя сдать какие-то анализы, сдать кровь, посмотреть, что там в организме и поправить. Тем более здесь, в этой амбулатории, есть кому это сделать. Замечательные, очень высоко профессиональные, могу сказать, на себе сегодня это проверено, специалисты, медицинские сестры, терапевты. Вместе с заместителем главы диспансеризацию в обновленном помещении начали проходить и местные жители, которые ремонта ждали более 10 лет. За этот период медицинское учреждение сильно обетшало. Чистенько, приятно, очень хорошее освещение, все новое, аппаратура, пол. Вы не знаете, какой тут был пол? Теперь здесь все шикарно. Санузел стал шикарный, а то пациентам было, конечно, очень неудобно. Мы очень рады прекрасному ремонту. Капитальный ремонт стал возможен благодаря слаженной работе территориального отдела, администрации округа и руководства Видновской районной клинической больницы. Совместными усилиями удалось включить Измайловскую амбулаторию в программу финансирования Министерства здравоохранения Московской области. Не всегда было легко, но мы это преодолели, а это самое главное. И сейчас вот результат действий, общих действий всех этих людей. То есть даже маленькая амбулатория, она не будет функционировать, если несколько руководителей не подключатся. Это сложно, но это сделано. Сегодня здесь трудятся 9 специалистов. Терапия, педиатрия, стоматология, гинекология и неотложная помощь. Медперсонал выполняет весь спектр анализов и делает кардиограмму. Также раз в месяц работают узкопрофильные выездные бригады. Любой ремонт и любое новшество, это, во-первых, кроме ремонта, изменяется все оборудование, меняется мебель и все. И в любой ситуации больной, когда приходит в хорошие условия, он, конечно, будем говорить, и лучше выздоравливает, и персонал здесь лучше работает, и, в принципе, дай Бог, чтобы как можно больше в нашем районе открывались новые ФАПы, новые амбулатории. Торжественное открытие обновленной амбулатории посетила и заместитель председателя Совета депутатов Ленинского округа Ирина Архангельская. Именно к ней первой обратились жители, которые попросили помочь в ремонте медицинского учреждения. Сейчас прям переполняет радостью и гордостью в том, что мы смогли сделать. Во-первых, открыли ФАП, отремонтировали, которое тоже там прекрасно было это состояние. Единственное, что у нас еще осталось, мы все-таки вот ФАПе обещали сделать дневной стационар, чтобы хоть 3-4 койки там были, для того, чтобы люди не ездили вот за внутривенными уколами и так далее. Но мы этот вопрос держим на контроле и все-таки будем его добивать. Возможно, и эта мечта тоже сбудется. Юлия Погосян, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, ВИДНТВ. Субтитры создавал DimaTorzok